Чемпионат мира Чемпионат мира Чемпионат мира Чемпионат мира Чемпионат мира Чижов повторил результат на первом отрезке дистанции, а уже на втором развил такую скорость, что гнаться за ним было просто невозможно, и вся борьба уже где-то начиная тура с 12-го шла в основном только за второе место, то есть первое место было предопределено. Таким образом, технические результаты самого чемпионата таковы. Алексей Чижов занял первое место с результатом 37 очков, это по международной системе, за победу дается 2 очка за ничью, 1, он сделал 9 ничьих и в 14 встречах одержал победу. Результат, в общем-то, заслуживающий уважения и даже где-то уникальный. На 6 очков отстали 4 спортсмена, Харм Вирсма, Тон Сейбранс, Роб Клерк, все три представителя Нидерландов и минчанин Александр Болякин, который стартовал, в общем-то, не столь удачно, но затем, так это где-то, под стать Чижову финишировал. Но все-таки старт есть старт, на старте долго засиживаться нельзя и ему удалось в результате вот только вклиниться в дележ 2-5 место. И 6-м финишировал Анатолий Гантворк. К сожалению, только 6-м, он за три тура до конца не выиграл у француза, выиграй он, он где-то занял бы, видимо, 2-е место. Ну, спорт есть спорт. Значит, ну, несколько, я думаю, что Анатолий Гантворк, он должен уже скоро вернуться из Франции и он, видимо, сам расскажет о том, как проходил чемпионат. А я расскажу вам о победителе чемпионата мира Алексея Чижове. Алексей Чижов, международный гроссмейстер, 28 лет, ему исполнилось прямо в Тулоне во время чемпионата мира и как раз, по-моему, буквально к своему дню рождения он вот уже определил свое очередное чемпионское звание. Стал чемпионом мира среди юниоров, после чего у него наступил вот такой период. Он получал опыт крупных международных соревнований, очень много работал над шашками и вот через 4-5 лет, наконец, вот количество проделанной работы уже предопределило новое качество его успехов. В 1988 году он стал чемпионом Советского Союза впервые в своей карьере, разделил это звание с Александром Балякиным, Менчанином. И впервые попал, также впервые попал на чемпионат мира, который проходил в таком экзотическом городе Парамариба в Суринаме, где Алексей Чижов ошарашил всех специалистов, которые, в общем-то, могли предполагать его удачное выступление, но он финишировал первым, достаточно уверенно. И все-таки это было воспринято как сенсация, все-таки, поскольку как раз на его неудачу в этот момент в шашке вернулся легендарный Тон Сейбранс, а который возвращается обычно только для того, чтобы побеждать. Ну вот Алексей был первым. После чего в интервью, в одном из первых интервью своих в рамке чемпиона мира, он сделал такое заявление, что я теперь 10 лет буду чемпионом мира подряд. Ну что было воспринято просто, как, знаете, самореклама и самонадеянность юного талантливого спортсмена. Ну вот так потихонечку, время идет, прошло уже 5 лет, и вот пятый подряд чемпионат мира Алексей Чижов выиграл, так что к его словам, сказанным тогда в Парамарибу, можно уже относиться куда как более серьезно. В 89-м году он выиграл матч у Тони Сейбранса, точнее сыграл ничью, но как чемпион мира сохранил свой титул. Это было чрезвычайно тяжело по ходу матча Тони Сейбранс переломил исход поединка и, казалось, уже доведет до конца. И лишь в 18-й партии перед самым финишем Алексей Чижов сделал невероятное, победил Тони Сейбранса и свел матч к ничейному исходу, сохранил титул чемпиона мира, затем была победа, уверенная победа в чемпионате мира в Гронингене, затем был матч с серебряным призером Гронингенского чемпионата мира Гунтисом Валнерисом, и Алексей выиграл его с очень убедительным счетом, выиграв 6 партий, ни одной не проиграв. И вот сейчас турнир в Тулоне. Конечно, этот турнир для Алексея, ну вообще в круговых турнирах он играет очень хорошо, и, конечно, если сравнивать его с конкурентами, то на стороне Алексея было одно важное преимущество. Все-таки он помоложе большинства своих был противников, ну а чемпионат мира проходил в Тулоне, и, как шутили шашисты, Тулон, с английского можно перевести Тулонг, как слишком длинный, турнир был очень длинный, 23 тура, и выдержать такое было под силу, в общем-то, не всем. Ну, Алексей выдержал, и мы присоединяемся к его, присоединяемся к поздравлениям теперь уже пятикратному чемпиону мира. Вообще, Алексей человек такой волевой, я все-таки надеюсь, что когда-нибудь он выступит и здесь, в студии сам, поскольку вообще Минск, это всегда называлось шашечной меккой, и так это следует традициям мекки, Алексей также частенько навещал Минск, ну и такое паломничество принесло свои результаты, в результате он женился, и жена его как раз родом из Минска, так что повод когда-нибудь встретиться ему с нашими телезрителями также есть. Так вот, Алексей Чижов, как человек такой волевой, целеустремленный, вообще-то уже многое, большой достаточно вклад внес в шашки, многим себя проявил, ну и вообще начало его карьеры было очень интересным, после того, как он выиграл чемпионат мира, после этого он вышел на матч с Эйбрансом, этот матч был рекордным в то время по призовому фонду, тогда призовой фонд был установлен порядка 100 тысяч долларов, и любопытно, ну я думаю, что телезрители много об этом читали, что вообще отношения между спортсменами и госком спортом СССР в те времена были практически феодальные, то есть спортсмен выигрывал какие-то призы, какую-то валюту, и все это у него аккуратно изымалось, а затем он, может быть, к какой-то степени из этих вот выигранных им денег как-то поощрялся. Вот Алексей Чижов тогда была такая волна, Гарри Каспаров, теннисисты наши Андрей Чесноков, Наталья Зверева, и вот Алексей и Чижов, они как-то все-таки, мягко скажем, воспротивились такому положению дел, и вы знаете, такой возник долгий спор между Чижовым и госком спортом СССР, ну и в общем-то так правота любопытным образом Алексея, он как-то все время умудряется свою правоту доказывать, и вот тут он доказал хотя бы тем, что потихоньку так госком спорт СССР сначала прекратил существование, а затем и собственно СССР, вот. И таким образом Алексей продолжил свое победное шествие, чемпионаты мира, все турниры крупнейшие он выигрывает, и, ну, учитывая, что возраст у него еще молодой, у него еще все впереди, обещал он нам еще многое, и мы можем пожелать успехов ему, и, конечно, пожелать успехов нашим собственным белорусским гроссмейстерам, чтобы они все-таки попробовали нарушить данное Чижовым обещание. Дякую, Саша. По-перше, ты рассказал тое, что у нас в прессе об Чижове ничего не писали, неведомо, особенно в Белоруссии. Дорогие сябры, продолжим опошные шашные падеи. У Палации шахматы шашек проходил первый на Белоруссии чемпионат сирот ветеран. Который я вам сейчас покажу. Первый ход 38-32. Белые отдают две шашки в дамки. Черные сбивают. Это дамка. Затем жертвуются еще две шашки. Дамка начинает активно играть по всей доске. Ну, все это входит в планы белых. Теперь жертвуется еще одна шашка. Посмотрите, вскрывается. Сейчас позиция черных представляет собой монолит. И вот она начинает, этот монолит, потихонечку, потихонечку разрушаться белыми жертвами. Продал каскад, жертв продолжается. 25-20. Черные снова берут. Ну, теперь, наконец, уже и стоклеточное правило входит в борьбу. 35-30. И вот, посмотрите, две возможности боя. По стоклеточным правилам нужно брать две. Все, на весу шашек уже почти не осталось. Но комбинация продолжается. И, поверьте мне, она придет к победному результату. Снова можно брать одну, можно брать одну. Нужно брать две. Белые, наконец-то, пожинают какие-то плоды своего маневра. Взбивают три шашки. И вот здесь вдруг выясняется, что такое скрытый бой. Тут вот в центре доски какие-то происходили события. И вот в результате черным еще разочек. Один всего один. Приходится побить на поле 46. После чего белая дамка, посмотрите на эту красивую позицию, совершает такой рейд по всей доске. Взбивая раз, два, три, семь шашек черных. На доске остается поровну шашек. И в шашках это называется столбняк. Следующим ходом белые разменивают черную дамку и выигрывают. Собравлю грандиозная комбинация. Я ее пусить, чтобы не расширить. Да, да, да. Ну покажи, Саша. Так что я подготовлю еще одну... Для записи. Еще одну позицию для записи. Так что, коли вас подрисуйте, а лолки и папе Розаро. И запишите позицию. Постарайтесь расширить, она не будет наста тяжкой. Я зараз рисую вам позицию нашего конкурсного, девятого тура. Можельки, концовка. Василя Можельки, Беланища, Лёска. Бельмин, вздольный. Кандидату Майскри, ось его позиция. Ну, и подрихтовал, да? Значит, белые записывайте, пожалуйста. Подрихтуй, подрихтовал. Белые 27, 28, 30, 32, 37, 38, 39, 40, 41, 47 и 48. Черные. Черные 3, 4, 9, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 23 и 26. Позиция также из творчества тяжелого. Еще раз. Еще раз. Белые 27, 28, 30, 32, 37, 38, 39, 40, 41, 47 и 48. Черные 3, 4, 9, 14, 18, 19, 20, 23, 16, 21 и 26. Белые начинают и выигрывают. Успешных вам поисков. Дякую. Постарайтесь расшить. У нас есть, так сказать, аматоры и по международных шашках. Мы и конкурс проводили, может, будем проводить и в дальнейшем. Ну, а сегодня будет опошний тур, десятый. Опошний тур на...